Всем привет! Меня зовут Ксения Туркова. Вы слушаете «Голос Америки». Это наш абсолютно внезапный, внеурочный подкаст «Президентские истории», о котором наши слушатели, скорее всего, уже успели забыть, потому что выходил он в стародавние, доисторические, доковидные времена. И в нем Алекс Григорьев рассказывал разные интересные истории об американских президентах. Если вы вдруг об этом подкасте никогда не слышали, обязательно найдите его в Apple подкастах или на сайте «Голос Америки» и послушайте. Он не устаревает, и он действительно очень увлекательный. Но почему же мы сейчас выходим снова с этим подкастом? Потому что, знаете ли, американские президенты, настоящие, бывшие, стали за несколько месяцев до выборов попадать в очень интересные президентские истории. И сегодня мы поговорим об исторических параллелях того, что случилось с Дональдом Трампом, на жизнь которого было совершено покушение на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Как всегда, главным рассказчиком будет Алекс Григорьев. Алекс, привет! Привет! Я уверена, что ты соскучился по президентским историям, хотя, наверное, не ожидал, что они выйдут вот по такому поводу. Ну, честно говоря, сюжеты американского президентства, то есть вот жизни этих людей, которые управляли Соединенными Штатами, какие-то обстоятельства, в которых они попадали, какие-то их решения, их фразы, действия их окружения, вот все вот это, все вот этот страшный компот, который мы называем историей, это невероятно, это невероятно интересно, это такой вот захватывающий исторический роман, только совершенно с реальными событиями. И игра престолов просто отдыхает по сравнению с совершенно реальными ситуациями, обстоятельствами, в которых действовали, которые попадали, которые устраивали 46 человек, которые управляли и продолжают управлять Соединенными Штатами Америки. Ну, в принципе, это касается абсолютно любой страны, любого исторического лидера, и американские президенты тут, конечно, никакое не исключение. То есть никогда не знаешь, куда повернет сюжет, и по поводу чего будешь записывать подкаст? Конечно, потому что история такая противоречивая штука, и даже новейшая история, то есть сейчас с распространением, как все подчеркивают, социальных сетей, это стало еще сложнее, потому что, например, события 6 января, когда вот эта толпа сторонников Трампа идет штурмовать Капитолий и так далее. То есть там вот был персонаж, который показали все, наверное, телекомпании мира, его фотографии были у него там в огромном количестве изданий, в социальных сетях, такой могучий мужик с голым торсом, у него на голове такая вот шапка индейского шамана с рогами. Да, там были колоритные персонажи. Да, вот такой очень колоритный, да, вот он там, значит, он был потом арестован, он там наказан, сидел сколько-то, ну, в общем, не суть важна. Ну, естественно, сразу же после того, как он был арестован, а он был известный активист республиканской партии, естественно, появились слухи, так сказать, о том, что он был на самом деле агент демократов, и вот все не так однозначно, как всегда и бывает. Вот, и вот с покушением на Трампа тут тоже вот интересно, да, человек, молодой человек, который полез убивать президента с этой винтовкой, значит, с одной стороны, он зарегистрированный республиканец, а с другой стороны, жертвовал деньги на какой-то там леволиберальный проект, то есть такой продемократический проект. Кем он был на самом деле, вот мы узнаем, конечно, но далеко не все, вероятно, поверят официальной версии. Да, я думаю, что это нам еще предстоит узнать. Но говоря об исторических параллелях, которые приходят в голову, наверное, первое, о чем все сразу подумали, это Рейган, 81-й год. Давай напомним, что тогда случилось. Рейган выступал, то есть это в центре Вашингтона, есть отель, Хилтон, стоит до сих пор, такое огромное здание, и Рейган там выступал на митинге, то есть перед какими-то там, перед какой-то аудиторией, уже не помню, перед кем он там выступал, и, как всегда, секретная служба США решила его вывести не через главный ход, а вот через задний ход, там, где его ждали машины, он должен был пройти, и все. Он выходит за задний ход, там стоит небольшая группа людей, которые его приветствуют, в этой толпе стоит молодой человек, который, как потом показало расследование, и как он дал эти показания, решил произвести впечатление на супер тогда популярную актрису Джоди Фостер, она была совсем молодая, там «Молчание и гнят» пришло позже, и для этого он принес револьверы и начал стрелять в сторону Рейгана, и секретная служба США в очередной раз вовремя не сработала, там было несколько человек ранено, один тяжело, Рейган получил тяжелое ранение, оказался в коме, то есть знаменитый ядерный чемоданчик оказался под контролем у вице-президента Джорджа Бурша-старшего, то есть ситуация была исключительно серьезна, то есть Соединенные Штаты на пике холодной войны вот этого ядерного противостояния с советским блоком оказались без главнокомандующего, без человека, который должен принимать срочные решения в случае чего, и все это произошло только потому, что какой-то идиот молодой решил понравиться таким вот экстремальным способом девушке, которая совершенно не знала его существования. Ну, удивительная ситуация, но тем не менее это правда. А вообще конспирологические теории вокруг той ситуации были? Первым делом, естественно, начинают подозревать иностранные разведки, а государства, чьи разведки могут устроить или попытаться устроить подобное Соединенным Штатам, ну, достаточно много, как мы понимаем, и тогда было много, а сейчас много, наверное, и в будущем будет много. Во-вторых, это, естественно, террористы, и в-третьих, это, вероятно, какие-то там, так сказать, организованные структуры, но, как это часто бывает, эти теории заговора, ну, следствие их опровергло. То есть, наверное, самое известное политическое убийство в мире, я, наверное, могу ошибаться, но мне кажется, действительно, до сих пор самое известное политическое убийство в мире – это убийство президента Кеннеди. А я специально в свое время полез на Амазон, то есть, это онлайн-площадка, на которой продаются, наверное, все книги, изданные в мире, и начал считать теории заговора, которые, собственно, окружают версии убийства. То есть, некоторые версии были экранизированы, да, то есть, они популярны. «Кто убил Кеннеди?» – это вот такой вот известнейший вопрос, на который до сих пор ищут и находят, что характерно ответа. То есть, я помню… То есть, он фактически стал мемом, этот вопрос, «Кто убил Кеннеди?» Конечно, да. Вот я напомню, был такой культовый советский фильм «Старики-разбойники» Ильдара Рязанова, да, то есть, там вот два главных героя, одного героя отправляет, он следователь, его отправляют в отставку, его друг говорит, ну, ничего, вот тебе надо поехать в Америку, найдешь там убийц Кеннеди, да, то есть, это уже все, это было мемом немедленно после того, как эта трагедия произошла. При этом, ну, достаточно вот прочитать результаты расследования, их никто не читал, я уверен, что, кроме вот авторов этих коспирологических теорий некоторых, но из простой публики наверняка никто не читал вот этот достаточно толстый талмуд со сложением всех выводов расследования и с приложенными доказательствами вины Ли Харви Освальда и, соответственно, доказательств того, что он действовал в одиночку. Там много странностей, но как человек, любящий и интересующийся историей, я понимаю, что странности – это норма, это не отклонение от нормы. У нас происходит вокруг нас такое количество странных вещей, которые, ну, мы не в состоянии объяснить, они алогичны, они ненормальны, но мы в этом живем, мы сами совершаем совершенно ненормальные поступки, которые, ну, невозможно как-то серьезно объяснять логическим путем. Вот ты сказал, что убийство Кеннеди было, наверное, самым известным в мире политическим убийством. А какие убийства президентов американских, а их было несколько, и какие покушения, ну, несостоявшиеся, остались, что называется, в тени? То есть о них не так много люди знают. Ведь вообще за всю историю США после покушений погибли 4 президента, выжили 6 президентов. Это много. Какие остались в тени, о каких люди мало знают? На мой взгляд, это покушение на президента МакКинли. То есть кто помнит президента МакКинли? Никто не помнит президента МакКинли. Только когда-то там на уроках географии высшей вершины Аляски был пик МакКинли, который был, собственно, назван в его честь. Кстати, при его жизни. А потом этот пик переименовали, и он носит индейское название. Но в свое время, в конце 19 века, МакКинли считался выдающимся деятелем. Он считался выдающимся интеллектуалом, потрясающим лидером, душа человека, который способен взять Америку, повести ее к счастью, и все такое. Вот у него было огромное количество фанатов, так скажем, современным языком. Он был действительно очень популярен. И вот покушение на него совершил анархист Леон Челгош. Значит, сейчас для нас анархист это человек, который какие-то утопические коммунисты. То есть коммуны, длинные волосы, анархия мать порядка. В общем, что-то такое. А в конце 19 века анархисты были по восприятию общественности. Это нечто подобное исламскому государству. Они убивали, они взрывали бомбы, они взрывали бомбы на набитых залах театра, потому что в театр ходили буржуа, и, соответственно, их надо было убивать, чтобы построить новый, соответственно, мировой порядок справедливый и анархический, естественно. И вот этот Челгош, он был американцем. Он был американцем по праву рождения, но он был из польской семьи. И убийство Макинли, то есть, а тогда президентов не охраняли толком, президентов начали охранить уже после Второй мировой войны. Там какие-то полицейские ходили, иногда был один-два максимум телохранителя. Все эти системы, протоколы безопасности никто не продумывал. Вот он взял, застрелил этого Макинли. Макинли привезли в Белый дом, его начали лечить. Его никак не могли найти эту пулю. Даже рентген делали. Но он так, как он лежал на кровати железной сеткой, рентген не сработал. В общем, человек страшно мучился, умирал в страшных мучениях, умер. А в Соединенных Штатах в результате началась страшная кампания антиммигрантская, прежде всего направленная против поляков. Потому что Челгош был в глазах американцев. Он никакой не американец, хотя он не знал никакого польского языка. Он был американец, говорил по-английски, вырос в Америке. Никогда за пределами Америки. Но он был поляком, он был чужаком. То есть, это страшные были события с точки зрения того, как мгновенно изменилось отношение в обществе к большой группе населения. То есть, страна эмигрантов внезапно этих эмигрантов возненавидела. Естественно, помню, что убийца президента был католиком, а англосаксонская Америка традиционно к католикам относилась плохо. То есть, начались такие процессы, такие серьезные подвижки, о которых мы уже сейчас забыли, но Америка их переживала несколько лет. Это было достаточно серьезные результаты вот этого политического убийства. Но, в принципе, политические убийства бы не совершались, если бы люди, которые пытались убить глав государств, не пытались достичь каких-то политических целей. Хотя, как мы видим по истории США, среди вот таких преступников полным-полно людей, совершенно диалогизированных, просто руководствующихся какими-то странными, сумасшедшими мотивами. То есть, вот есть еще один такой фактор под названием пробраться за забор Белого дома. Ну, каждый, кто, наверное, видел Белый дом, знает, что он окружен забором, и там ходят полицейские, там наверняка ходят агенты секретной службы в штатском, чтобы там предотвращать попытки проникнуть на эту охраняемую территорию. Ну, естественно, каждый год там десятки человек, перелезают через этот забор и бегут к Белому дому. Вот их и хрестовывают, естественно, хватают, там, значит, заковывают наручники, привозят суд. У подавляющей большинства из них нету никаких там агрессивных намерений. То есть, им просто интересно. Они по какой-то причине лезут, да, вот как бабочки летят на лампочку. Там еще раньше у Байдена жила собака, которая кусается. Ну, на всех президентов действительно, на всех абсолютно, вот особенно в 20 веке, совершались покушения, и иногда, так сказать, как мы знаем, удачные. Ну, вот еще, мне кажется, очень интересная история Теодора Рузвельта, у которого пуля застряла в груди. Ну, это да, 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 то есть, Рузвельт тогда шел на третий срок президентский, тогда еще не было этой поправки в Конституции, запрещающей это делать, он был суперпопулярный. И в него стрелял человек, который считал, что вот он так вот любил Рузвельта, так ему помогал, а Рузвельт это негодяй не оценил. А у Рузвельта на груди была, соответственно, сложена вдвое пачка бумаг с его речью, там она была завернута в какую-то кожаную обложку, и вот пуля пробила сюртук, попала, так сказать, в эту речь, замедлила ход, и поэтому он получил ранение, ну, он продолжил выступать, он выступал с речами только вечером, через несколько часов он обратился за медицинской помощью, вот когда вот Рузвельт выступал на этих митингах перед этими людьми с окровавленной грудью, и все знали обстоятельства произошедшего, это, естественно, позитивно влияло на его имидж, потому что он был такой герой, он был герой войны с Испанией, храбрец, совершенно такой могучий человек, кстати, первый президент США, который увлекся восточными боевыми искусствами, да, прекрасный оратор, реформатор, такой, ух, просто огонь, а не президент. Ну, выбор он, тем не менее, проиграл, там, совершенно по другим причинам. И странная история, безумная история, но, тем не менее, она произошла, и каждый раз, когда мы видим подобные новости, я понимаю, что в Америке, да и в мире может произойти все самое необычное, все самое чудовищное, все самое странное, и объяснить это логикой, ну, совершенно невозможно. Но тут надо напомнить, что Дональд Трамп, на которого покушались, все-таки не президент, он бывший президент, а сейчас он вот-вот станет официальным кандидатом в президенты. В американской истории чаще покушались на действующих президентов или на кандидатов, например, во время предвыборной кампании? На действующих, хотя были, естественно, покушения на кандидатов. Самый известный из них это Эдвард Кеннеди, сенатор Эдвард Кеннеди, брат убитого Джона Кеннеди, которого убил Серхан Серхан. Это был палестинец, который, соответственно, был недоволен тем, что Кеннеди обещает поддерживать Израиль, но он убил Кеннеди на ранних этапах праймерис. То есть тут очень важно судить, да, то есть Кеннеди был фаворитом, но не безусловным фаворитом. И убив кандидатов в президенты, этот человек, он сидит до сих пор за решеткой, хотя вот семья Кеннеди попросила его несколько лет назад, обратилась с прошением, чтобы его уже выпустили на свободу. Но он сидит, потому что американский закон считает, что нельзя подавать, собственно, дурной пример, да, то есть это покушение не на конкретного человека, да, то есть обычного убийцу, может быть, уже давно бы выпустили, там, раскаялся и как бы иди гуляй. А здесь покушение на институт выборов, институт американской демократии, вот это серьезно, потому что это покушение на основу государства. Так вот, Серхан Серхан считал, что, так сказать, Кеннеди сторонник сионизма, а он палестинец, и вот поэтому надо наказать. То есть с точки зрения подготовки, такой политической подготовки и мотивации этого теракта или этого политического убийства, вот можно так и так, наверное, как-то квалифицировать, он был, мягко говоря, не продвинут. То есть поэтому террористы, как правило, действуют более разумно. То есть они пытаются все-таки выбивать людей, которые, по их мнению, могут что-то решать. А Кеннеди ничего не решал, он был на тот момент обычным сенатором, которых 100 человек в Уссингтоне. И шансы на то, что он станет президентом США имелись, но, опять же, они не были гарантированы. Ну и второе – это Уоллес. Вот я живу в штате Мэриленд, и в городе Лореллстад Мэриленд произошло покушение на Уоллеса. Это был популярный губернатор, это был популярный политик, которого иногда так называют самым неудачливым политиком Америки 20 века. Потому что он совершенно при всех своих достойных деяниях, он был, как все политики, он был достаточно противоречивой личностью, ну реально противоречивой. Ему не удалось добиться политических вершин. Тоже человек считал, что Уоллеса нельзя допускать к власти, потому что он неблагодарный, и, соответственно, сделал Уоллеса инвалидом. И вся жизнь этого политика превратилась в мучение, потому что он передвигался в инвалидной коляске до конца дней. И вся его политическая карьера была погублена, про выборы пришлось забыть, потому что он находился в реанимации, и он, естественно, не стал президентом, ну и так далее. То есть впоследствии очень много страдал. Хотя, ну, понятное дело, он, мягко говоря, не заслуживал того, что с ним произошло. Ну, как не заслуживают, наверное, все жертвы огнестрельного и прочего оружия. Можно ли сказать, что все эти покушения происходили в какой-то определенный момент? Можно ли тут усмотреть какой-то сценарий? Например, ну, самое простое, что приходит в голову, там, они происходили во время предвыборной кампании. Или они происходили в моменты, когда американское общество было максимально расколото. Вот можно ли здесь какую-то логику увидеть? Ну, по большому счету, американское общество всегда расколото. Это не было, наверное, ни одного момента, когда оно объединялось. Очень редко. Там Рейган победил на выборах с рекордным результатом. Но, так сказать, да и то. Он не набрал 100% голосов. И многие американцы его ненавидели тогда и продолжали ненавидеть впоследствии. То есть раскол, политический раскол существовал всегда, существует сейчас, будет существовать, наверное, в будущем. Я не уверен, что это когда-нибудь произойдет. И вот это разделение американцев на 2 условных племени, республиканского и демократического, то есть там, которые объединяют самых разных людей по самым разным причинам, оно не случайно возникло. Не случайно возникли вот эти 2 мощные партии, которые доминируют в американской политике. И, то есть, они впитывают в себя вот как бы 2 конкурирующие, 2 нелюбящие иногда, иногда ненавидящие группы граждан одной страны, которые Америку любят, но только по-разному. Поэтому все эти убийства, там было несколько исследований, я видел, как-то их пытались сортировать там по степени важности событий происходящих. Ну, в общем, нет никакой корреляции реально. Потому что, еще раз, корреляция каких-то там долговременных последствий, может думать иностранное государство, могут думать террористы. Но одиночки, которые собираются совершить это страшное преступление, они, как правило, такие гейнштейны. То есть, вот они их пользуются моментами. Они подстерегают момент, когда они смогут это осуществить, по их мнению. Была известна история, что один вот такой вот человек сначала хотел убить демократа Картера, но вот у него не получилось. Да, он там за ним следовал, но вот нигде не смог найти щелочку. А потом он пытался убить республиканца Рейгана, то есть противника Картера. И там, скажем, у него тоже не получилось, но его повязали, и, соответственно, президент уцелел. Да, то есть, ну, вот в маньяк. Вот он решил, он был психически нормальный при этом. Хотя среди покушавшихся были настоящие маньяки, серийные убийцы. Это тоже, так скажем, медицинский факт. Это, наверное, уже тема для следующего подкаста. Просто завершая наш разговор, какие уроки обычно извлекало американское общество из подобных событий, и какой урок, на твой взгляд, должно извлечь сейчас? Ну, обычно всегда ругают секретную службу, которая отвечает за безопасность президента, потому что они опять совершили ошибку, а ее ругают уже, вот я в Америке живу уже почти 24 года, вот 24 года я слышу, как их ругают за самые разные грехи. Поэтому, я думаю, там будут какие-то отставки и наказания, и расследования Конгресса. Но общество, скорее всего, кроме призывов к тому, что надо все политические споры разрешать политическими же инструментами и методами, то есть, не насильственно, наверное, большего сделать ничего и нельзя. То есть, люди, которые не любят Трампа, они продолжат его не любить. Люди, которые любят Трампа, продолжат его любить. То же самое относится к Байдену. Соответственно, вот в ноябрь покажет, кого любят больше, а кого меньше, и за кого, какое будущее выберет Америка. Но градус какой-то взаимной агрессивности, как ты думаешь, может снизиться? Я не уверен, потому что в значительной степени речь идет не о Трампе или о Байдене. Речь идет о более... То есть, это, так сказать, символы, это, так сказать, лидеры, которые олицетворяют собой какие-то представления американцев. Американцы думают о другом. То есть, сторонники абортов говорят, что женщина должна иметь право распоряжаться своим телом. Потому что мы знаем, что такое беременность, как тяжело расти детей. Все это огромное, тяжелое, дорогое дело. И любая мама это скажет. Противники абортов говорят, что жизнь ребенка важнее всего остального, поэтому аборты допускать нельзя. То есть, эти представления основаны на глубинных, философских, этических, религиозных концепциях, которые Трамп выступает с одной позиции, Байден с другой. То есть, Байден за легализацию абортов максимальную. Трамп говорит, что сейчас он говорит, что надо, чтобы штаты это отдельно решали. Но, в принципе, он поддерживает какие-то ограничения. То есть, речь идет не о том, жив Трамп или нет, жив Байден или нет. В каком они интеллектуальном, моральном состоянии находятся. Нет, это речь идет о борьбе идей. Какая из них правильная, какая из них верная. Естественно, у каждого взрослого человека есть свои представления об этой и многих других темах. Эти представления основаны на его личном опыте, на его общении с его окружением. Ну, понятно, на множестве факторов. И никакое медийное событие, в том числе и покушение на кандидатов президента и бывшего президента, не способно, скорее всего, повлиять на его отношение к подобным вещам. Поэтому, когда он пойдет голосовать на избирательный участок, он будет думать не о том, что произошло в середине июля, о том максимальных проблемах, которые его волнуют. Состояние экономики, его личный накопительный счет, какая инфляция, как дорого или дешево сходить в магазин, как он относится к контролю над оружием и так далее и тому подобное. Поэтому вот эти все медийные дела, они, как правило, короткоиграющие. Да, то есть вот после убийства Кеннеди президентом стал Линдон Джонсон, который провел колоссальные реформы, колоссальные реформы в Соединенных Штатах Америки. Линдон Джонсон был вице-президентом у Кеннеди, но он не пошел на второй срок. В силу этого, ну, мы можем сейчас строить любую версию, мы можем смотреть на это событие, это вот покушение на Трампа, как на событие, которое кардинально повлияет на результаты выборов, а можем смотреть как, ну, достаточно громкое, но тем не менее маловажное событие. Я не знаю, как будет на самом деле, то есть я не вижу будущего, я не политолог и не специалист по американской электоральной демократии. Ну вот, так скажем, в ноябре мы определим, насколько это все сыграло и как это сработало, и вообще какую роль политические убийства играют в Соединенных Штатах. А мы продолжим знакомить вас с президентскими историями. Я думаю, что дальше будет только интереснее. Вы слушали одноименный подкаст «Президентские истории». С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Можете найти нас на сайте «Голоса Америки» и в Apple подкастах. До встречи. Спасибо большое, что были с нами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok